Физкульт привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле «Стефан Диэс» и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Друзья, сегодняшняя тема очень интересна, я думаю, будет интересна она многим. Но многие из вас задают ее в комментариях и пишут мне в личку. В чем суть? Мы знаем, что есть 4 фактора мышечного роста, которые нам рассказал Виктор Николаевич Сильянов. Это аминокислоты, это гормоны, это свободный креатин и ионы водорода. Все эти факторы используются, задействуются, если вы правильно тренируете гипертрофию на гликолитические мышечные волокна, на окислительные. Но возникает вопрос, когда мы с вами тренируем быстрые высокопороговые мышечные волокна, я так понимаю, это немножко другая классификация мышечного волокна. Ведь не успевает пройти ни процессов закисления, гормоны естественно из-за стресса выделяются, это тоже очень важно. Но мы как бы не придерживаемся и не используем все вот эти 4 фактора. Но мы знаем, что такая тренировка тоже способствует определенной гипертрофии мышц. И это мы видим по пауэрлифтингу, по силовому экстриму. Те же штангисты, тяжелая атлетика, у них довольно-таки развитые мускулы, особенно на ногах. И как вообще наука это объясняет? Почему, не используя все вот эти 4 фактора необходимых, все-таки происходит гипертрофия? Хочу напомнить вам, что вышли в свет 2 мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Очень хороший вопрос. Здравствуйте всем. И этот вопрос можно так ответить. Если ты хочешь именно гипертрофии мышц, тогда люди следят за этим 4 факторами. Но затем надо вспоминать, что эти люди иногда не хотят только гипертрофии. Но почему происходит? Потому что когда работа с большими весами, есть рекрутирование самой высокой мышицы. Больше мышечных волокон, да? Включающим работу. Мышечных волокон и высокопоровый двигатель единицы. И поэтому иногда, когда работаем на 4 фактора, есть примерно процент 10, может быть, которые не в воздействии, которые мы не можем включать в работу, если только не с максимальными весами. Поэтому это один из хороших факторов. Тоже, когда работаем с большими весами, есть стресс, это напряжение, которое идет в мышц, сделает маленькие микротравмы. А это разрушение, наш организм тоже умный и думает, что так, если идет разрушение, я должен восстанавливаться и становиться сильным, чтобы держать такие напряжения. Поэтому это главный момент. И много тестостерона выбрасывается в кровь. А, за стресс, потому что если ты попробуй, ты можешь сам попробуй, сделай максимальный вес, жизнь лежа, например, два повторения, ты будешь, ааа, идет стресс. И стресс не длительный, но затем есть и стресс. Примерно похоже, как у стронгмен. Я только читал статью примерно год назад. Я читал сейчас, но статья вышла год назад. И сделаю сравнение между стронгмен и тренировкой чисто на гипертрофии. Болибилдинг. Болибилдинг. Я считаю, что 70% увеличение выделения тестостерона, когда тренируешься стронгмен. И стронгмен, если ты смотри, это похоже, как мы говорим, очень высокий вес, но короткое время. Объем тогда меньше, но интенсивность высокая. И тоже посмотрели несколько факторов, но идет этот, все этот процесс напряжения в мышце, они сделают, чтобы мышцы становятся сильными. И самое главное, когда работа эксцентрическая работа, что такое эксцентрическая? Есть концентрика, когда мы поднимаем, а есть эксцентрика, когда негатив. И тогда, когда эксцентрика идет, мышец к разрушению больше, и стресс от этого больше. И стресс, и не только стресс, мышцы разрушаются. Извини, я тебя здесь перебью. Кстати, вот я вам тоже постоянно говорю, и в статьях научных это уже подтверждено, Стефан тоже наверняка читал. Когда вы тренируетесь даже на гипертрофию, многие игнорируют негативную фазу. И вы на 50% минимум себя обкрадываете. Вы поднимаете вес за счет мышц, и опустить его нужно то же самое за счет мышц. Не бросить за счет силы тяжести, это очень важно. Да, самый лучший вариант, это 2-4. Это означает, что 2 секунды поднимает, 4 секунды отпускаем. И тогда, если сделать 10 повторений в таком же режиме, примерно получается 40 секунд, как Силуэнов говоришь. Даже 60. Даже больше, но мы не хотим быть на такой пример, предель больше 40-50 секунд, потому что за счет мышц может быть очень сильно. Но затем получать примерно 40 секунд время под нагрузкой, которое оптимально, это самое главное. Они просто люди, новичок, который ходит в клуб, большими весами, это не хорошо, не работа вообще. Это для максимального веса, нормально, если он тяжелый атлет, либо пауэрлифтинг, это можно. Но если человек хочет именно тело менять, создать мышц, тогда надо время под нагрузкой. Да и для пауэрлифтинга это, наверное, не очень хорошо, все-таки техника важна, а в таком стиле ты технику не научишься. Да, и денег самое главное. Сначала маленький вес, техника работа, когда техника нормально, и тогда вес увеличенный. Ну вот Стефан правильно сказал по поводу того, что рекрутируется больше мышечных волокон двигательных единиц. Что вы знали, одна двигательная единица это много мышечных волокон. Но, что очень интересно, я тоже много читаю на эти темы учебников, статей, доказано учеными, спортивными медиками, что при такой работе еще и увеличиваются вот эти нервные связи между мозгом и мышцем за счет нейронов. И даже этих нервных волокон становится больше. Да, наша центральная нервная система тоже адаптируется к этому. И эта связь становится очень хорошей. И не просто больше, но более эффективна. Потому что, если ты новичок и начинаешь с большими весами, ты рекрутируешь мышец, которые не действуют на эту работу. А когда ты начинаешь с правильной техникой и с большими весами, тогда именно те мышцы, которые должны работать, они идут стимулом. И тогда... У многих сейчас возникнет вопрос, как интегрировать это все в свой план тренинга. Я коротко расскажу о своем, а ты прокомментируй, правильно ли я делаю. Я всегда стараюсь придерживаться периодизации. На одной неделе я делаю гипертрофию на гликолитические мышечные волокна. На другой неделе я делаю окислительные мышечные волокна. Но когда возвращаюсь к третьей неделе, я делаю тренинг вот такой, на высокопороговые. А следующее, не гликолитические, а снова делаю окислительные. У меня получается неделя через неделю окислительные, а вот гликолитические и силу я чередую между собой тоже. И в таком режиме я как бы задействую все. Я работаю на гипертрофию, выносливость тоже повышается. Плюс я работаю и над своими силовыми показателями. Ведь ты тоже не отрицаешь, что с чем большим рабочим весом мы можем работать и на гликолитические, и на окислительные мышечные волокна, тем больше стресс, тем больше отдача. Имеет место такой подход? Да, имеет. И будем сделать следующее видео по периодизации. Тогда я сделаю сразу после этого видео. Хорошо. Именно по периодизации. Но, в принципе, возможно, подходит. Просто скажу, как люди делают, именно если ты никогда не попробовал работать с периодизациями программы. Тогда, друзья, следующий ролик не пропускайте. Мы прямо сейчас его запишем для вас. Ставьте лайк, пишите ваши вопросы в комментариях. Обязательно делитесь данными роликами в своих соцсетях. Стефан, спасибо, что так подробно отвечаешь. Давай. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии. Но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal North Drop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok